Здравствуйте, друзья! Вы, наверное, слышали про айрведу, которая рассказывает вам про различные аспекты. Я, практикующий врач айрведы, с 20-летним опытом, ежедневно смотрю огромное количество пациентов. И могу сказать, что жизнь взрослого мужчины и взрослой женщины очень часто зависит от отношений, от наших друзей, от наших партнеров и вообще от людей, с которыми мы общаемся. И есть одна из сторон жизни, которой многие из нас тянутся, но не могут рассказать друг другу. Это сексуальная жизнь. Половая жизнь начинается после полового созревания, и мы так или иначе интересуемся этим. В СССР никому не рассказывали, вообще говорили, что секса нет. И поэтому во многих из нас наши родители заложили то, о чем мы не любим говорить. На самом деле сексуальная жизнь – это огромная часть нашей жизни. И очень важно, когда у вас есть отношения, разговаривать с партнером об этом, о том, о чем мы не любим говорить. Я работаю с людьми уже 20 лет, и я смотрю, что во многих парах существуют проблемы, особенно связанные с интимными отношениями. Конечно же, ни один мужчина не будет об этом говорить. И если смотреть по пациентам, то в основном об этом заводят разговоры женщины, которые страдают от того, что нет свежести в отношениях. Каждый человек через какое-то время, проживая свою жизнь с партнером, может разочаровываться в нем, может находить в нем какие-то проблемы и ошибки. И посмотрите, какая статистика. В России из пяти браков четыре развода. Поэтому об этом нужно задуматься. К чему, почему эти люди разводятся, почему они меняют своих партнеров. На самом деле, в основном мужчины не могут донести до женщины, что они хотят. И женщины не могут донести до мужчины, что они хотят. Мы разговариваем, я говорю от мужчины, мы разговариваем с вами на разных языках. И поэтому очень важно научиться общаться между собой. Если первый год или полтора наши отношения строятся на гормонах, на феромонах и на бабочках, которые могут летать в нашем животе или в нашем теле, то через полтора года мы притираемся друг к другу. И, конечно же, наши отношения могут резко поменяться друг к другу. Мы находим проблемы у партнеров, мы понимаем, в чем он не прав, в чем я прав. Мы часто на себя перетягиваем одеяло лидерства в семье и так далее. На самом деле, Аюрведа говорит о многих из этих проблем. Аюрведа разбирает, как наладить сексуальную жизнь с точки зрения физики, с точки зрения физиологии, с точки зрения психологии в том числе. Аюрведа объединяет в себя и психологию, и сексологию. И, конечно же, если вы заинтересованы в том, как возобновить отношения с своим партнером или партнершей, если вы мужчина или женщина, который интересует половая жизнь, если вы человек, который ищет свежести в ваших отношениях, и вы понимаете, что еще не все потеряно, потому что мужчина, в принципе, его интерес к женщине проявляется очень просто. Вы понимаете, что есть эрекция или нет. Но у женщин все намного сложнее. Женский организм вообще работает по-другому. И для многих мужчин вебинар, который я провожу, и потом курс, который я буду проводить, будет очень интересным открытием. Я научу вас разговаривать с женщинами. На своем опыте, на опыте своих пациентов, с которыми я общаюсь на протяжении 20 лет, и я вижу, как отношения между людьми улучшаются. В некоторых случаях помогает просто разговор. В некоторых случаях, так как в Эрведе есть большое количество трав, помогают травы и эрведические препараты. А в некоторых случаях необходимо просто желание начать работать вместе, ну и, конечно же, общаться друг с другом. Я приглашаю вас на свой вебинар, который будет совсем скоро. На этом вебинаре я расскажу вам про практические навыки свои и своих пациентов, их рекомендации, ответы о том, как они использовали принципы, которые изложены в Эрведе, ну и, конечно же, о том, как эти знания могут поменять вашу семью, вашу жизнь и, конечно же, ваше предназначение вашей жизни. Сексуальная жизнь играет большую роль для человеческого организма. Многие, так как они не находят партнеров, уходят в монашеский образ жизни. Они делают обед безбрачия, не общаются с противоположным полом, находят очень много других оправданий этой проблемы. На самом деле, проблему нужно решать, потому что для этого мы и рождены, чтобы решить те проблемы, которые находятся в нашем теле. Все и даже больше об этом, о том, о чем мы не любим говорить, я расскажу вам на своем вебинаре, на который я вас приглашаю. Смотрите ссылку под видео, жду вас на своем вебинаре. Удачи вам и здоровья! Спасибо. Спасибо. Спасибо.